Кричали в окна, поднимались по водосточным трубам, мазали грудь зелёнкой после родов обязательно всем женщинам. Сопротивление было бесполезно. Вот так вот раньше было. Самое главное, что в просьбе не отказывают, внимания достаточно. Звезда наша. Незабываемые чувства. Меня зовут Тамилина Татьяна Юрьевна. Я работаю врачом-акушерогинекологом в городской клинической больнице имени Иноземцева, на территории которой мы в данный момент находимся. Наша больница в этом году будет отмечать 125-летие. И большую часть существования больницы на её территории был родильный дом. Соответственно, он существует уже очень давно. Раньше он назывался родильный дом номер 36. В настоящее время он называется родильный дом номер 1 в городской клинической больнице имени Иноземцева. Добро пожаловать! Впервые я стала мамой в 57-м году, 11 июня. Раньше назывался он Благушей, а сейчас 36-й. Вот я рожала сутки целые и 7 часов. Вот сколько я схватки. Ну, тяжёлые всё же роды были. А врачи, как сказать, кушер, врач, никто и не отходили. И боялись, чтобы я или согнулась, или ребёнка берегли, чтобы как бы чего-то не повредить. Сидеть, 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 так за мной ходили, так и ходили. Вот тогда были таки врачи. Женщины рожали действительно всегда во все времена. И во времена СССР, и в настоящее время роды действительно отличались. И достаточно кардинально. Ну, во-первых, роддом в времена Советского Союза был неприступной крепостью. Невозможно было не только туда проникнуть, но даже порой передать в передачи и увидеть ребёнка до выписки. И поэтому папы осаждали родильные дома, кричали в окна, чтобы заглядывали, поднимались по водосточным трубам, чтобы увидеть своих детей и жён. И молодому отцу просто очень повезло, если бы жена находилась на втором или третьем этаже родильного дома. Тогда был шанс не только передать передачку, но и увидеть ребёнка ещё до выписки. Не пускали в палату, в окно, покричит, если можно, кто-то подойдёт. А так эти курьеры приносили записки, относили, мы писали, они писали передачу. Вот подойдёт, кричит, Козлова! Козлова! Ой, ко мне пришёл, муж пришёл. Махнёшь рукой. Как там? Как, девочка? Нормально, всё нормально. Но я тут тебе подал, что, может, ещё надо? Ничего не надо, иди, всё-всё-всё-всё. Никаких фотографий не было, ничего. Вот, ребёнок, поздравляем вас. Взяли и пошли. Роды в СССР, несомненно, отличались от родов современной России, прежде всего тем, что отсутствовали те моменты, которые кажутся нам сейчас незаблюдными. То, что есть сейчас и кажется естественным, и существует во всех родильных домах нашей страны, было раньше недоступно. А именно присутствие партнёра или любого близкого человека народу, право выбора самостоятельного обезболивания, тактики родов, принятие удобных позиций во время родов, а также контакт кожи-кожи мамы с малышом сразу после родов и соблюдение золотого часа. Об этом раньше не могло быть и речи. В палате четыре человека было. Взяли с кровати, скатили на каталку и на стол. Рожала сама. Только кричали. На туги не надо, не надо, не надо, а то разорвёшься. Обезболивающие ничего не давали. Родила дочку. Как раз 10 минут первого ночи. Её сразу показали мне, хлопнули по попе. Заплакала, а, всё нормально. Взвесили 3 500. Показали только, вот мне вот преподнесли. Вот девочка, вот такой вес. В родильных домах существовал строгий режим. Детей от мам уносили сразу после родов и приносили строго по часам только на кормление. Мамам разрешали вставать тоже не сразу, только на следующий день после родов. Нам привозили детей на колясках. Накормим. Время просто ограничено. Время было не то, что вот дадут бы. Ограничено, я не помню, наверное, час, что ли. Накормят, опять забирают и всё. Ночью не привозили. Это сейчас у нас мамочки непосредственно через 2 часа после родов сами занимаются своими детишками, пеленают их, обучаются, кто имеет науки материнства. И через несколько часов уже забывают о том, что они рожали. Раньше всё-таки относились к родильницам, женщинам после родов, как, ну, может быть, немножко как к больным. Вот, лечили, делали различные назначения, запрещали вставать и даже туалет проводили непосредственно в кровати. Сейчас такого нет. Роды, они являются естественным процессом, радостным и не требуют никаких лечебных мероприятий, если всё прошло хорошо. В советский период, когда поступала роженица в родильный дом, во-первых, проводилось обязательное бритьё. Были даже времена, когда заставляли коротко подрезать ногти, обрабатывали ногтевые ложи там раствором, йода такое тоже было. Мазали грудь зелёнкой после родов обязательно всем женщинам. Были такие правила санитарные. Считалось, что это предотвращает различные осложнения после родов. Её направляли в родильный зал. Таких боксов отдельно, как сейчас, разумеется, раньше не было. Рожали в общем родильном зале. То есть до родов, в период схваток, находились в общей предродовой палате. Иногда на 4, 6, 8 рожениц одновременно, где все одновременно кричат и находятся на разных этапах родов. А потом переводили, накаталкали своими ногами в родильный зал, где находилось 2-3 кровати уже для приёма родов. То есть, конечно же, тогда никаких индивидуальных боксов не шло и речи. То есть рожала одна женщина, и рядом буквально в нескольких метрах рожала другая. Основное отличие было то, что перед родами роженицы непосредственно перед родами находились в общей предродовой палате. И находились в шестером, восьмером иногда даже. И поэтому одна-две акушерки наблюдали сразу за всеми. И только народы переводили уже непосредственно в родильный зал, уже на сам момент родов. Да так, там небольшие палаты были, не было больших. Так вот 4-5 человек. Вот туалета-то в палатах-то не было. А общий туалет был. Никакого свободного поведения в родах в советское время не было. Находясь в предродовой палате, в обществе нескольких, там, 5-6 ещё соседок, все находились, каждый на своей кроватке. И вставать было нельзя с кровати. И, естественно, принимать какие-то удобные позы в родах было тоже невозможно. Свободное поведение пришло к нам гораздо позже. И присутствует в настоящее время. И поскольку все боксы являются индивидуальными, в которых находятся наши роженицы, они могут себя вести и принимать позы, ходить в душ, использовать фитбол ровно тогда, когда им хочется. И осмотр визуальный, осмотр руками, применение наружных приёмов при поступлении никто не отменял. И мы до сих пор, несмотря на всё движение вперёд нашей медицины, массу современной аппаратуры, всё равно используем эти методы непосредственно в родах. Определение положения ребёнка, высоты, состояние одноматки, измерение окружности живота проводится по сей день для определения, допустим, предполагаемой массы плода. Да, ультразвуковое исследование используется очень широко в настоящее время. Раньше УЗИ не было. В прежние времена отсутствие ультразвукового исследования не позволяло, как я уже говорю, выявить какую-то патологию заранее. Сейчас УЗИ проводится всем пациенткам. Проводится несколько раз за беременность, иногда даже при поступлении в родильный дом и в родах. Но, тем не менее, опыт и руки врача-кушер-гинеколога позволяют поставить диагноз и без ультразвукового исследования, и заподозрить что-то, чтобы направить пациентку на дополнительное обследование. И это никуда не девается. Обезболивание в советское время, несомненно, было, но оно отличалось от того, что проводится сейчас. Пользовались ингаляцией закиси азота, либо вводились внутривенные или внутримышечные наркотические аналогетики. Петуральная аналогезия появилась гораздо позже и является сейчас самым современным методом обезболивания и самым востребованием. Поскольку процент кесарево-сечения был невысок, от 5 до 8%, врачи крайне редко встречались с этой патологией. Роду с рубцом на матке в то время для многих врачей являлись, можно сказать, экзотикой. Ни должного опыта, ни должных наблюдений не было для того, чтобы даже обдумывать возможность рода с рубцом на матке. Поэтому те случаи, как если они случались, заканчивались операции кесарево-сечения. Представить все присутствие партнёра вообще на родах, а уж тем более на операции кесарево-сечения, было невозможно. В настоящее время это всё практикуется. Мало того, что выкладывание ребёнка маме непосредственно на грудь, прикладывание груди проводится, в том числе и сразу во время операции кесарево-сечения. Грудное вскармливание в советском времени было популярным, несомненно. Но несколько отличалось от того, что рекомендуется сейчас. Раньше детей рекомендовали кормить строго по часам. Каждые три с половиной часа в родильном доме на кормление приносили заплёнут от детишек. Мамы их кормили и детей опять уносили. В настоящее время рекомендуется свободное вскармливание, кормление ребёнка по требованию. Ребёнка от мамы не забирают. Он всегда находится круглосуточно с ней, сразу после родов. И мама кормит его ровно тогда, когда требует этого ребёнка. Гринное отличие, которое обеспечивает глубокую связь мамы с ребёнком с первых минут жизни и позволяет избежать стрессов как мамы, так и малыша непосредственно после рода в период вскармливания. С первого ребёнка, получается, я рожала здесь. Мне всё очень понравилось, то есть уже атмосфера была знакома, поэтому уже целенаправленно для второго ребёнка я выбрала именно этот роддом. Меня очень доброжелательно приняли в приёмном отделении. Мне показалось, что все заботливые, внимательные. Много вопросов задавали. Это уютно, я даже удивилась, потому что первый раз только душевая кабина, а в этот раз ванная, фитбол стоял. Хоть это один и тот же роддом, но всё равно различия имеется. Вот сразу, как он родился, я прям ощутила вот это вот тепло, и мне приложили на животик. Прямо вот очень быстрые и незабываемые чувства. У нас родилась девочка, у неё вес 3,140, 50 сантиметров. В этот раз прям очень всё хорошо. С грудным скармом у него подходил даже грудной консультант. Спрашивала, есть у вас какие-то вопросы, как прикладывать ребёнка, в какой позе, сколько кормить, будить или нет. То есть, ну, на все вопросы. Так как это мотор рода, для меня уже не стояло выбора поблизости роддома. Я смотрела по отзывам, смотрела по своим впечатлениям, интуитивно даже где-то, может быть. И, конечно, для меня было важным критерием – это выбор врачей. И благодаря отзывам я поняла, что хоть роддом и далеко находится в роддоме, мне это подходит. По этому проекту мне оказали приём, сделали плановое исследование, и я поняла, что душа лежит к этому роддому. Вы знаете, как я готовилась к кушам, и что, ну, как вот люди говорят, как было 20 лет назад, оказалось намного лучше. Вот, персонал очень вежливый, все доброжелательно относятся к любому вопросу, к человеку тем более. Всё понравилось. Самое главное, что в просьбе не отказывают, внимания достаточно, никакой грубости не встречала. Появился, сразу кричал, всё как положено. Рост 51 сантиметр, 3 500. Я доверяла врачам, знала, что всё будет хорошо, и мне проще самой. Муж сидел со старшим ребёнком, поэтому мы решили так, что так будет лучше. Часто подходили, то есть даже когда у меня ещё в голове не было вопроса, ко мне уже подходили, и я уже могла задать вопрос спокойно. Никаких нервов не было, ничего не было такого, чтобы я там переживала сильно по поводу своего состояния. Ну, конечно, естественно, роды всё естественно ничто не заменит. Если бы я хотела, то тоже рожала бы естественно, если бы так получилось бы. Но кесарево сечение бояться не стоит, если вы доверяете врачам, доверяете роддому, доверяете вообще ситуации, которые происходят. Поэтому просто нужно подготовиться морально хорошо, а в роддоме с вами уже проводить всё необходимое. Дома будет сестрёнка с паровозиком, и, конечно, все родственники, родители, бабушки, дедушки все. Непосредственное преимущество – это, несомненно, безопасность. Это то, что каждая пациентка может выбрать родильный дом, где она будет рожать. Может выбрать партнёра, с которым она может рожать, с которым будет безопасно и приятно находиться в роду. Получит всю необходимую медицинскую помощь. Если понадобится необходимая помощь, будет оказана ребёнку сразу после рождения. Будет находиться в комфортных условиях. Любая роженица по МС может выбрать наш родильный дом, и ей будет предоставлено и индивидуальный родильный бокс с душем индивидуальным в каждом боксе, и необходимые предметы для облегчения схваток – фитбол, коврик, шведская стенка, удобная комфортабельная палата после родов на одну-две максимум родильницы и должный уход за новорождённым, круглосуточная поддержка врачей и медсестёр. Это что? Это роддом. Я посмотрю, как небо и земля от всего этого, что было и что есть. Сейчас только рожай, рожай, рожай. Наш родильный дом открыт для всех желающих родить спокойно, безопасно, и именно здесь встретить своё счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова